Всякая борьба со злом Именно так торжествует добро, именно поэтому оно непобедимо. Жизнь без Христа становится трагедием и превращается в насмешку над человеком, уничтожая его лучшие качества и насмехаясь над его достоинством. Что гораздо важнее молитвы — понимание сути евангельских заповедей, поскольку при неправильном понимании молитва уклоняется от своей истинной цели. Разве у тебя нет глаз, чтобы найти уединенные места для молитвы, которыми полон мир, пока не наступила ночь твоего разлучения с жизнью? Разве у тебя нет ног, чтобы уйти в уединение прямо сейчас, пока у тебя еще есть силы передвигаться? Разве у тебя нет ума, чтобы понять прямо сейчас, что только в уединении тебя ждет Бог? Тебе не нужен весь мир, тебе нужна всего лишь маленькая келья для уединенной молитвы, и этим можно заняться, не откладывая. Не нужно дожидаться конца света и исполнения пророчеств, чтобы начать духовную жизнь, ибо для этого нужно только настоящее мгновение. Не нужно возвращаться мыслями в прошлое и терзаться размышлениями и воспоминаниями о потерянном зря времени. Посвяти то время, что имеешь сейчас, духовной практике. Если тебя поносят или превозносят, вспомни, что это может быть последний день твоей жизни, и успокоишься. Если хочешь вырваться из сонного состояния постоянной расслабленности, вспомни, что, возможно, это последний день твоей жизни, и ты сразу освободишься от лени. Если ты решился покончить со своими старыми привычками и разленением, неуклонно следуй распорядку. Так тебе начнет работать маховик, который не позволит тебе сбиваться с распорядка и делать перерывы. И какие бы обстоятельства ни возникали, если ты не отвлекаешь сердце на обдумывание происходящего, а воспринимаешь все чистым сердцем, наполненным молитвой, Бог, несомненно, все сделает за тебя самым лучшим образом. Только бы ты пребывал в молитве. Обольщение миром – это состояние ума, когда мысли текут одна за другой бесконечной чередой, превращаясь в порочные цепи рабства души. И разорвать эти цепи можно только Иисусовой молитвой. Чем больше держишься за людей, тем быстрее они тебя покидают. И чем больше держишься за Бога, тем самоотверженнее наши отношения с людьми. Босеянное зло приходится пожинать с болью и без всякой воли. А посеянное добро – с радостью и без боли. Все, что окружает нас и все, кто находится рядом с нами, – это последствия нашего отношения к миру. Различные скорби, происходящие с нами и наши отношения с людьми – все это последствия наших прошлых поступков. Если хочешь изменить свое окружение и увидеть рядом с собой более добрых и отзывчивых людей, измени свое отношение к миру и к людям, сделай его более добрым и отзывчивым. Хорошо, если ты сделаешь свои помыслы добрыми, но еще лучше, если ты отречешься от них. Привязанность – это отношение к человеку, как к своей собственности. Привязанность – это отношение к человеку, как к творению Божию. Привязанность убивает и нас, и наших ближних и становится препятствием к спасению. А истинная любовь охраняет и нас, и тех, кого мы любим. Когда мы привязываемся к миру, из его пор проступает ядовитая горечь, которая убивает нашу душу. А если мы даже выжмем мир до конца, как мокрое полотенце, то из него вытечет лишь горькое разочарование. Потому что ничего другого он не содержит. Ибо разочарование – это плод нашей привязанности. Дела, совершаемые по евангельским заповедям, со временем начинают плодоносить, и плод их есть мудрость. Недобрые дела тоже приносят ядовитые плоды. Усыпанные шипами. Глупости и одержимости злом. Рассчитывать на то, что вещи могут быть опорой в этой жизни. Глупость. И еще большая глупость. Полагаться на людей и на самого себя. Если мы сами не обрели спасение, но рассказываем о нем людям, это то же самое, что рассказывать им о своих хороших снах. Если в тебе не родилось неприятие лживости мира сего, и твоя душа неодолимо влечется к нему, то ты находишься в прелести. Если православие следовать на словах и по книгам, то словам и книгам перестают верить. Православие, которое утверждается на живых примерах святости, не нуждается в словах и не требует книг. Если мы отдаем людям свое счастье, беря взамен их страдания и следуя Христу, это православие. Что такое суть Евангелия? Свобода от греха и достижения любви во Христе. Чистое сердце всегда будет необычным на земле, ибо эта тайна не от мира сего. Это область действительного духовного опыта, а не пустых размышлений. Духовный опыт оплачен жизнью и кровью, а размышления – простой усидчивостью и ерудицией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok